Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 8 ноября, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании Instaforex, логотип которой мокрыми отчасти глазами вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, что сегодня? День выборов в США. Довольно веселый денек сегодня будет. Некоторые варианты развития событий вы можете посмотреть в статье, которую я подготовил для вас этим утром. И торговая идея по золоту, о которой я говорил вчера, и сегодня, собственно, она реализуется в полный рост. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике. Поехали! Итак, что у нас с золотом? Золото героически отработало свой пробой. Ну, как минимум, сейчас ложный пробой внутреннего вчерашнего бара, который застыл на хаях, так и не пробил на многострадальную отметку 1680. 183 доллара. Сегодня утром произошел ложный пробойчик, и я в него подзацепился. На часе прошло у нас часовое поглощение. Я надеюсь, что это все разгрузится вот в этих ая, ну, как минимум, вчерашнего позавчерашнего дня. А также меня очень интересуют старые древнегреческие экстремумы, какого-то 11-13 октября. Здесь у нас тоже были новости мощные. Я надеюсь, что золотишко сюда влетит с огоньком. Есть, конечно, еще цели повыше, но, не знаю, отойдем, не дойдем, но, по большому счету, пытаться цепляться в ланге и в нынешних условиях мощнейшего такого роста золота, либо ослабления американского доллара, вполне себе правильная затея. То есть, ну, не пойдет от этой зоны, будем искать где-то внизу. Тоже, тоже неплохо. Так, переходим к паре евро-доллар. Евро-доллар тоже потихонечку подбычивает, куда нацелен этот инструмент. Напоминаю, что еврик уже торгуется немножко выше паритета, вот, и похоже, похоже, это, конечно, к такой вот сломчик, сломчик. Ну, понятно, что все еще будут ждать инфляцию, но, по большому счету, инфляция сейчас, на данный момент, даже если она выйдет сегодня, она ничего не решит, потому что ставку только что изменили, подняли, и все страшилки по этому поводу уже рассказаны. А следующая ставка будет через полтора месяца. Ну, как бы, нифига себе ждать. Поэтому сейчас будем наблюдать либо какие-то горизонтальные движения, либо сломы предыдущих. С точки зрения сломов тренда на дневках, еврик ломается крайне криво. Вот, это все даже похоже на какой-то вот такой вот каналчик, честно вам скажу, вот какой-то, не знаю, куда он вылезет. Вот, но с точки зрения охоты за стопами, пока ничего интересного на самом деле по еврику нет. Та же самая история, что и по золоту, поглощение, только золотишко опускалось ниже на Азии, еврик пока болтается наверху. Ничего любопытного пока нет. Логично, что вчера еврик отклеился от вот этого слома. Вот он тут был подтвержден, тестился, три дунишки явно его видели. И, в принципе, вчера и сегодня азиаты также начертили этот тур и не решили подзафиксить свои лонги. Логично, что рынок таким образом пошел. Ни лонги, ни шорты пока сейчас не рассматриваю. Я пока не понимаю, как в среднесрочной перспективе можно здесь с небольшими рисками отработать. Поэтому пока этот инструмент не торгую. Фунтик, та же самая история, что и по еврику. Тот же самый канал, который я рисовал вчера. Также он болтается сейчас в середине диапазона. Есть куда расти, есть площадочка. И сверху здесь, и сверху здесь. То есть, вариантов масса. Масса здесь. Все это дело нам отработать. Но пока, на мой сугубо некомпетентный взгляд, с точки зрения метода охоты за стопами, интересных сетапов на заход нет. Есть хорошее поглощение двухдневное. Два дня падали, два дня откупились. То есть, фактически, это недельный такой вот пин-бар, если считать по дням. Это все должно разгрузиться как минимум повыше. Ну, что значит повыше, это значит, скорее всего, как-то вот сюда. Сюда мы можем дойти. И от текущих цен сюда потенциал под трешечку. Если откатит, присмотритесь. Так, доллар-иена. Доллар-иена подваливает, подваливает. Давайте кинем чистенький шаблончик и посмотрим. Напоминаю, что по доллар-иене произошел классический слом. Этот слом произошел вот в этой зоне, я вчера показывал, где он произошел. То есть, до этого момента у нас тренд еще пытался быть бычим, спинами и так далее. Позавчера произошел слом, вчера был тест, и мы сейчас подваливаем теперь уже в нисходящей тенденции. Это говорит о том, что в данном случае американский доллар слегка тухнет. Ну и, возможно, результаты выборов, которые сегодня пройдут, этому будут способствовать. Переходим к кроссовым инструментам. Канадец-иена, франк-иена. Оба этих товарища стоят на хаях и пока не дают нам возможность заработать. Но если они будут переписывать экстремумы текущего месяца и года, будем набирать их в шорты. И кто первый залетит, того и будем набирать. Канадец-франк. Канадец-франк после, кстати, своего такого мега-ралли на трешечку спускается. Но покупать мы его будем только ниже минимума текущего года. Аудикат. Аудикат тоже стоит вне зоны наших сеточных интересов. Новозеланец-франк покормил нас закрытой сеткой лангов. Очень красиво получилось. Но рутинные сеточные истории заставляют нас чертать планы на ланге ниже минимума текущего года здесь. Аудикат. Аудикат, кстати, наиболее, больше всех близок к минимуму текущего года. И план на ланге, я думаю, сработает у нас первым по нему. Доллар-франк. Доллар-франк. Доллар перестал покрепляться. Отошел от хаев. Не дал нам набрать сеточку продаж. Но у нас есть план на сеточку покупок. Не менее амбициозный. Австралиец-новозеландец. Кстати, напишите, кто решил все-таки подзаработать на лангах по этому инструменту в этой зоне. Я пока им не решился. Но напоминаю, что инструмент как бы рухнул почти на 6 тысяч. И, в принципе, я думаю, может на пару косарей откорректоситься. Еврокадик, еврофранчик особо-особо не интересует, кроме пробоя минимума текущего года. Показываю, да, где у меня были разбросаны сетки для тех, кто не понимает, как это может выглядеть на графике. И биточек, биточек сдувается. Наконец-то мои ночные мольбы к форекс-биткоин-богам приносят свои результаты. Инструмент сдувается. Ну, я так понимаю, что дуется, скорее всего, американский фондовый рынок. Ну и, собственно, крипта тоже. Так, где-то крипта. Куда-то пропал, дорогой. Вот он. Ох, чую, здесь полетят, полетят стопики. Набрали здесь народу кучу. Все говорят, покупайте 19-18. Будем ждем выноса. Здесь должен быть вынос хороший. Тогда, может быть, что-то можно подзаработать в обраточку. Нефтяночка, друзья мои, отработала свою вот здесь вот трехволновочку. Видите? Вот он аккуратненький, аккуратненький пробойчик. И можно сказать, что не по 97, но пробой именно вот этой волны в рамках трехволновой структуры вот этой большой А, Б, С, она завершилась. Завершилась. И поздравляю с тем, кто участвовал и вчера зафиксил профит вот здесь на хаях. Кстати, надо скинуть отработку этой идеи. Так, доллар-рубль пока болтается и никуда не хочет выходить. Дай бог ему здоровья в этой зоне. Если выйдет за границы диапазона 67 и 50, будем подлавливать на отбой. Американская фанда никак пока, пока никак нигде. Немножко корректится после такого обвала. Ну вот, возможно, вот третья волна сюда может зайти. То есть обвал, раз, два, три. Даксы, стоксы. Прям перетянуты, перетянуты. Не знаю, прям, прям очень, очень мощненько, мощненько. Все это на хаях. Вот. Но я бы присмотрелся к шортам. Во-первых, очень перетянутый инструмент с очень печальными перспективами. Ну, не буду говорить уже, почему. Потому что впереди зима. Вполне, вполне этот инструмент может протестировать лая года. Да, он натянут, как барабан. Но видно, что уже расти ему крайне, крайне тяжело. Так, так, так. В принципе, все. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Раннелл. Идея шортами дак в силе? Да, в силе. Евгений Щеколяев, золотые, Ваш Славан Рикторович. Чтобы более-менее прибыльно торговать, на реале нужно адски плюсовать в тестере. Да, адски именно. Ну, если вы помните, был такой вот скрипач, по-моему, Паганини или что-то. Кто-то такой, да, который говорил, чтобы играть на сцене как бог, нужно играть дома как дьявол, да. Ну, или там, примерно так. Поэтому и здесь. То есть, то, что вы наторгуете в симуляторе, делите на 2-3 и получите то, что вы будете торговать в реале с коэффициентом психологии. Здравствуйте, скажите, где правильные котировки СБПРО на Форексе? И где правильные, правильные котировки? Любопытно. Вы знаете, в СБПРО там фьючерсы, а на Форексах там котировки со спота. Это разные немножко истории. Я какое-то время прям мощно заморачивался, то есть, смотрел фьючерсы и постоянно искал несоответствия с брокерскими котировками. Говорил, вот какой брокер нехороший, не ту свечку нарисовал. Это просто разные совсем рынки, совсем разные. Да, котировки могут быть похожи, но они не должны быть прям одинаковые. Если вы пользуетесь фьючами, допустим, анализами фичей СБПРО, я считаю, это классная прога. У меня даже где-то она валялась. Вы должны понимать, какой контракт, какого месяца вы сейчас конкретно смотрите. Это очень важный момент. Все ставят по умолчанию, нужно ставить контракт тот, который надо. Поэтому, если есть желание, подзаморочитесь, конечно. Но для этого нужна отдельная монитора. Если, например, на фьючах произошел пробой, а на споте нет, а вы стоите в прибыльной позиции, лучше зафиксировать профит. То есть, там, где пробило, в первую очередь, и фиксируйте прибыль побыстрее, выводите деньги и тратьте их. Поверьте, это позитивная отразится на вашей психологии. Павел понаписал тут каких-то страшных чисел. 300 тысяч заработали. Налоговые миллионы. Теперь ничего не заберешь. Помогай. Что помогай? Кому? Причем здесь я? Где вы торговали? Павел, у вас, по-моему, есть мой телефон. Наберите. А лучше нет. Игорь Фраткин. Андрей, спасибо вам большое. Спасибо. Так, друзья мои, смотрите. Сегодня произошло грандиознейшее событие в компании Инстафорекс. Потому что мне, маленькому, никчемному аналитику, паразитирующему на белых телесах международного брокера, лучшего в Азии, наконец-то выделили отдельную группу в Телеграме, в которой я могу отвечать на вопросы моих рефералов. Не через почту, ну и на почту в том числе, да, вот здесь вот. То есть, с сегодняшнего дня вот здесь появится еще ссылка на группу в Телеграм, где вы можете задавать вопросы по моей партнерской программе. То есть, там, бессвоповая торговля, либо счета с ультра спредами, как открыться, там, что там, как подключиться к трейдинг-чату, где мы торгуем внутри дня. В общем, все вопросы будут в Телеге обсуждаться, отвечаться быстро. Вот, поэтому сегодня появится вот здесь вот под этим видео ссылочка на Телеграмчик. Именно для вопросов по партнерской программе, надеюсь, для многих это будет каким-то легким моментом для контактов со мной. Итак, на сегодня все, что я жду. Я жду вечером повышенную волатильность, потому что, возможно, какие-то вбросы информационные, ну, как обычно, кто-нибудь вмешается в выборы в США, догадайтесь, кто, да, ну и так далее. То есть, я вечерком думаю, что поколбасит, поколбасит. Но также, также надеюсь на расторговку голды сложного пробоя и все-таки захват цели 1683, надеюсь, с этого ложного пробоя. На этом у меня все, понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре Линста Форекс. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok